Когда мы были в Штатах, я заметил, что некоторые люди в Нью-Йорке и в Сан-Франциско добираются до работы на электрических скейтбордах. И хоть я лично катаюсь на скейтборде так себе, я все-таки решился на покупку такого для себя. И поскольку скейтборды компании Boosted в Польше в принципе не достать, а доставка из Штатов будет стоить целое состояние, я решил купить китайский аналог. А именно скейтборд фирмы WowGo. Но проблема оказалась в том, что WowGo это больше стартап и наверное у них нет огромного производства, потому что после заказа мне пришлось ждать еще несколько недель, пока они изготовят этот скейтборд и вышлют мне его в Польшу. После высылки пришлось подождать еще две недели, пока скейтборд доедет до меня. Поэтому общая продолжительность ожидания составила практически целый месяц. Но вот он наконец-то здесь. Окей, здесь в наличии есть сам борд и запасные колеса оранжевого цвета, что на самом деле немножко скопировано у тех же Boosted Bords. Но я сам выбирал более дешевый и доступный аналог, поэтому грех жаловаться. Также в наборе идет Remote Control, при помощи которого можно управлять этим бордом. Еще пара запасных накладок на задние колеса. Крючок, который можно прицепить при входе и в итоге вешать борд на него. Здесь есть инструкция к электрическому скейтборду. Думаю, нужно будет обязательно прочитать ее перед использованием. Здесь есть также дополнительные запчасти, предназначение которых пока для меня остается неизвестным. Я надеюсь, что они мне либо не понадобятся, либо я разберусь с этим позже. Зарядка и ключ для винтов на самом борде. Окей, я думаю, что это все можно вернуть назад. На самом деле, меня интересуют только две вот эти штуки. Все остальное можно пока убрать отсюда. Окей, по умолчанию этот борд идет с черными колесами, которые выглядят довольно круто, но при желании их можно поменять на вот те оранжевые, которые идут в комплекте. Но я думаю, что, наверное, не самая лучшая идея в первый же день после получения товара разбирать его и менять какие-то запчасти. И было бы неплохо проверить, работает он вообще или нет. И где-то здесь должна быть кнопка включения. Окей, нашел. Она находится на батарее возле задних шасси. И если я правильно понимаю, то нужно зажать кнопку на ремоуте и кнопку на батарее и подержать несколько секунд. Что-то происходит. Ну что ж, сейчас мы узнаем, работает он или нет. Решил специально пройтись через паркинг для того, чтобы попробовать скейт. Во-первых, здесь никого нет, а во-вторых, здесь ровная поверхность. И, наверное, для начала я попробую просто на нем проехаться, как на обычном скейте. Кстати говоря, он очень устойчивый. Очень крутой в плане как скейт. Теперь попробуем с вот этой штукой. Очень крутая штука. Я проехался буквально, не знаю, может быть, километр от дома, но я уже просто в восторге. Единственное, что по сравнению с классическим лонгбордом, у него довольно жесткие колеса. И я четко чувствую, когда наезжаю на какие-то веточки, косточки от абрикосов, камушки и так далее. Похоже, он не собирается тормозить на таких вещах, он их спокойно проезжает. Просто что ты это чувствуешь. Может, это и к лучшему. У этого борда очень гибкая дека, что определенно является преимуществом. Но если очень сильно на ней прыгать, то моторы, а точнее те пластмассовые детали, которые закрывают моторы, бьются об асфальт. В принципе, защита, они для этого и предназначены. Сам борт, конечно же, состоит из доски, из заднего мотора и переднего отделения с батареей. Все это, вся электроника закрыта пластмассовыми такими корпусами. И еще они являются сплэш-пруф. То есть, можно кататься в дождь, теоретически, и вода не будет попадать на электронику. Впереди стоит какая-то модная подвеска, называется Paris, сзади чуть попроще. Вес всей этой конструкции, ни много ни мало, 8 килограмм. То есть, он гораздо тяжелее, чем обычный скейтборд, лонгборд. Но, тем не менее, намного интереснее, как мне кажется, потому что на нем можно ехать, не отталкиваясь ногой. У этого борда 4 режима скорости. Медленный, средний, быстрый и турбо. В самом медленном режиме максимальная скорость 20 км в час. В быстром скорость достигает 39 км в час в турбо режиме. Но я, наверное, не рекомендую вам включать сразу турбо режим. Я сам катаюсь на медленном режиме. 20 км в час, поверьте, очень хватает для того, чтобы почувствовать скорость и страх за свою жизнь. Потому что пробовал я кататься на нем без какой-либо защиты. То есть, как минимум, нужен шлем, какие-нибудь наколенники, налокотники. Даже если вы катаетесь на обычном борде, эта защита все равно желательна. А если вы катаетесь на электроборде, который развивает такую скорость, то без этой защиты лучше действительно не пробовать. Что касается дальности, то батареи хватает на 20 км. То есть, если вам нужно куда-то поехать за 10 км и вернуться обратно, то вам должно хватить вот этой стандартной батареи. Опционально можно докупить более емкую батарею. Там она добавляет еще плюс сколько-то километров. Я точно не помню. В комплекте также идет вот такой вот пультик, который сделан из такого приятного материала. Единственное, что он очень сильно царапается. Я вот буквально день им пользовался, и он уже поцарапан. Но удобно, что на нем есть вот такой LED-дисплей, который показывает заряд батареи борда и заряд батареи самого пульта. На самом деле, очень классная штука. На ней очень фаново кататься. Не уверен, что я мог бы ездить на ней каждый день на работу, как это делают, например, в Штатах. Потому что в Штатах люди катаются на вот таких вот электробордах для того, чтобы добираться на работу быстрее. Например, в Нью-Йорке это актуально из-за пробок. Просто элементарно быстрее добраться на скейтборде. Либо же просто экономят. Стоимостью проезда в Штатах действительно дешевле прокатиться на вот такой вот штуке до офиса. Сам борт я брал у производителя, у компании WowGo. Ссылка на этот борт я могу поделиться, оставлю ее в описании под видео. И я думаю, что для тех, кто интересуется самокатами либо скейтбордами, это очень классная штука. И как всегда, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, если вам нравится то, что вы видите на этом канале. Я стараюсь выпускать видео каждую неделю. И еще пишите в комментариях, как вам такого рода транспортное средство. Будет интересно узнать ваше мнение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!